Итак, коллеги, значит, сегодняшнюю тему вы, наверное, все рассмотрели Маятниковая система физической аналогии эксперимента Наш докладчик Петров Александр Георгиевич С каждой теоретической механики и одновременно прикладной механики Это не прикладной, а проблем механики То есть тут проблем механики И еще, как я понимаю, тут есть садокладчик или как? Нет, я не садокладчик Ну, он поможет, так скажем Хотя, ну, можно и представить Он, так сказать, в команде, в Мале Я его представлю потом тоже Хорошо Конечно, у нас коллектив, значит, сформировался Я уже работаю тут в пятый год, по-моему И вот у меня, значит, за это время образовалось довольно много учеников Значит, Шудырюк, вот Михаил Мирославович Он сейчас аспирант третьего года А обратился он ко мне, когда был еще студент второго курса Блончук тоже со второго курса начал работу со мной А Володин совсем молодой Он сейчас студент второго курса На первом курсе мы уже с ним сделали публикацию Вот Володовский перед вами Он вот со мной сделал две публикации Ну, вы его, наверное, знаете тоже по фестиву Он неоднократный победитель международных олимпиад Сам сейчас руководит студенческим проведением международных и студенческими олимпиадами И вот Сандулиану, он тоже олимпиадник Вот, с ним мы тоже выполнили работу, но пока еще не опубликовали И вот теперь, значит, я буду уже непосредственно рассказывать Какие задачи, которые мы будем изучить Ну, сначала, значит, мы будем рассматривать маятниковую систему Маятниковая система подразумевается, значит, система материальных точек Или твердых тел, соединенных между собой шарнирами Вот, и, значит, это может быть система Ну, в данном случае нарисована система трех степеней Даже, ну, если плоская задача, то это, значит, скоба получается степеней свободной Со связи ним В общем, даже мне сейчас попробуем рассказать То есть, плоская задача, да Тут, значит, два угла, один угол А, ну, да, три угла, три степени свободной Тремя углами мы ее можем определить Ну, вот, и вот эта маятниковая система подвержена вибрации Вибрация двумерная В данном случае Ну, может быть, и трехмерная Система эта вот маленькая стрелка Да, да Высокочастотная вибрация Вот надо описать эту систему Под действием высокочастотной вибрации Ну, есть для этого Даже в книжке Ландау Механика Значит, раздел Где, значит, описывается подход Вот, который был предложен капицей Который проводил Одни из первых экспериментов у нас По вибрации вертикальной Механика И он, так сказать, поднимался вверх При достаточно высокой частоте вибраций Ну, и вот он предложил теорию Как это все описывать Так вот, если мы будем апеллировать к уравнениям И осреднять их То система, если у нее много число степеней Большое количество степеней свободы То она все равно будет сложная И после усреднения Вот Она будет проще, чем изначальная Но все равно сложная для того, чтобы изучать положение равновесия Усредняем вывод по времени По времени И быстро Да Ну, вот есть методы двухмасштабных разложений Там всякие и так далее Так вот, я считаю, что это все-таки неэффективно Таким способом проводить усредники У нас на кафедре же тоже что-то подобное используется Потому что, когда рассматривается задача Дрея-частицы В слабо-неоднородном магнитном поле То мы тоже усредняем по быстрому вращению Да И оставляем уже уравнение для медленного движения Совершенно верно Да, это способ Метод двухмасштабных разложений Но Если система у нас гамильтонова То можно предложить более эффективный и более простой способ Если работать не с уравнением, а именно с функцией гамильтона Вот, оказывается, значит Какие курсы? Петвертый Первый Первый? Ну, раз есть первый, то что такое функция гамильтона, лучше сказать Но функция гамильтона, это сумма кинетической и потенциальной энергии системы Вот, грубо говоря, так Выраженные через обобщенные координаты Да, через координаты И, ну, специально вводятся импульсы Так вот, значит, вот такая функция Значит, сразу позволяет писать уравнение И вот если уравнение записано в виде фунта через функцию гамильтона То уже мы можем только апеллировать к функции гамильтона Так вот, функция гамильтона изначально Когда задача у нас нестационарная, а же нестационарная задача Она зависит от времени А если зависит от времени, то задачу эту тяжело изучать Тут нет теоремы, например, о сохранении энергии А вот если нет времени функции гамильтона, то у нас сохраняется гамильтония То есть, ибо Да, вот хотя бы это А потом, если гамильтониан представляется в виде квадратичной формы по координатам И квадратичной формы, скажем так, импульса То, значит, у нас мы можем теорему Лагранжера получить Аналог теоремы Лагранжера, значит, для устойчивости этой системы А если вообще у нас, значит, квадратичная форма по импульсам Плюс потенциальная энергия, ну, зависящая от координат То, значит, вот мы можем к этой системе применять теорему Лагранжера От устойчивости этой системы А вот для нестационарной задачи это нельзя делать Так вот, после усоединения мы как раз получаем Систему, в которой есть кинетическая энергия Квадратичная функция по импульсам И потенциальная энергия, которая зависит только от обобщенных координатам Значит, как провести усреднение? Вот если у нас высокая частота, вот это омега Там, Р с точкой зависит от омега Р с точкой — это скорость вибрации Значит, Р с точкой зависит от омега трету Омега — это частота Частота считается много больше, чем собственная частота этой маятниковой системы Ну, собственная частота — это частота юбилса Характерная частота, а частота юбилейца для маленьких. Корень из n делить на g. А, нет, из g делить на g. Корень из g делить на r. Так вот, значит, осоединить очень просто. Оказывается, вот исходная кинетическая энергия, вот она пишется таким образом. Это, значит, кинетическая энергия материальной точки плюс еще вектор вибратор. Вот скорость каждой массы, и к ней надо прибавить скорость этого вибратора. Значит, получится скорость в абсолютной системе координат. Вот их надо, сумму квадратных, посчитать. Получится у нас квадратичная форма по скоростям обобщенным, линейный член, ну и член, который зависит только от времени. Его, кстати, в уравнении Лагранжа, а этот член не войдет, его можно вообще выбросить. Ну и вот теперь, если мы осоедним по периоду, если у нас вот эта периодическая функция, то вот этот член функции Лагранжа ВИ на ПЖ. ВИ у нас производная по времени, интеграл по периоду от этой функции 0. И у нас останется, смотрите, какая осоединенная функция будет простая. Значит, квадратичная форма по импульсам и функция, которая от импульсов не зависит. Вот эти два члена, они от импульсов не зависит. То есть можно сказать так, что мы после этого осоединения вместо кинетической энергии вот этих колебаний получили добавку к потенциальному... Вот это энергия, вибрационная энергия, так скажем, которая и заставляет маятник менять свое положение равновесно. То есть для маятника Капица вот эта вот кинетическая энергия превосходит его родную потенциальную энергию, и так, что в итоге получается... Не превосходит она сравнимость. Не имеет эффективный потенциал уже перед... Да, да. Который маятник заставляет раскачивать около верхней точки. И вот... В такой маятник Капица все в курсе? Да. Вот это вот как раз тут... А тут обобщение маятника Капица. Значит, мы можем изучать эту систему равновесия и устойчивости задача сводится к изучению экстремума вот этой общей суммарной вот этой потенциальной энергии. То есть функции, которые зависят только от координации. Вот и все. Задача, значит, существенно упрощается. Не надо, значит, никаких уравнений решать дифференциально, а изучать просто экстремум функции конечного числа перемен. Следующее слово. Ну и вот Булачук. На втором курсе я ему предложил такую задачу. Значит, вот сферический маятник. Что значит сферический? Сферический маятник, это значит, у него две степени свободы. Это маятник вот на нерастяживой нити, который может в любом направлении двигаться. Это называется сферический маятник. А если в одной плоскости, то это классический плоский маятник. Значит, тут две степени свободы у этого маятника. И вот задача о том, как найти положение равновесия, если есть вибрация, это задача лишалась, и она, так сказать, известна. А мы ставим обратную задачу. Вот задано положение равновесия. Какую, какой вибрацией мы можем сделать это положение равновесия устойчивым. Вот такая задача. Она поставлена в Булачук. И было сказано, в принципе, как ее решать. Значит, задача сводится к изучению на минимум функции двух перемен. Ну, функция довольно сложная. Если в сферических координатах ее записать, она довольно сложная. И, значит, при заданном положении равновесия два уравнения, это необходимые условия экстремума, и получаются сложные системы. Я думал, что ее он будет решать число. Но Булачук, как сказать, щитерк, получил аналитическое решение. Дорисовал, что низ не выходит. Ну вот, ну получил очень простое, значит, решение этой задачи. Вот ту эффективную вибрационную энергию, которую я писал, он записал вот в таком виде. Р – это радиус вектор маятника, а вот В – это матрица, которая из средних вот этих квадратов вибраций составит. Ну и вот в таком симметричном виде, если записать вот эту вибрационную энергию, добавить в ней обычную потенциальную энергию, получается, надо изучать на максимум, на минимум, ну довольно простую функцию, которая квадратично зависит от радиуса вектора. Ну и, конечно, он это все решил. Вот главная у него идея была преобразовать эту вибрационную виду не в сферических координатах, одинаково записать ее, как все обычно пишут, а вот именно в таком виде, оказывается, это лучше, проще. И сразу от вебрация получается. Вот какая вибрация должна быть, и вот вектор направления вибрации в С определяется вот такой простой функцией. Альфа – тут произвольный параметр, для устойчивости надо его починить ограничения. Следующий, пожалуйста. Ну, разогнались мы, значит, дальше. А нельзя ли это решить и для двойного марки, такую задачу? То есть заданы два угла для двойного марки. Какая вибрация будет его? Отрясете вы всегда в верхнюю точку. Отрясете? Да, только вверх. Можно ли вот этой точкой подвеса сделать это в положении устойчивости? И тоже решение получено аналитическое. Ну и вот задача свелась к экстремуму вот такой функции. А ТТ – это угол направления вибрации. Значит, нужно найти вот этот ТТ – угол направления вибрации, и амплитуду вибрации, вот этот средний левый квадрат, отнесённый к ЖТ. Вот два параметра из двух уравнений экстремума. Ну и вот эту задачу аналитически решили. Вот следующий слайд, пожалуйста. Вот решение, которое получил Гуганчук. Я формулу писать не буду, тут видно всё на чертеже. Значит, вот эти область двух углов. ТТ-1 и ТТ-2, которые определяют положение, все положения равномесия. ТТ меняется, каждый угол ТТ меняется от минус Пи до Пи. Ну и вот получается, значит, что положение равномесия – это только заштрихованная параллелограмма. А белые параллелограммы – это те области, где нельзя добиться с помощью вибрации положения равномесия. Оказывается, двойной маятник, конечно, трудно стабилизировать. Не все положения можно стабилизировать, а только вот эти. И вот тут в ней зона устойчивого равномесия, она ещё меньше. Вот она тёмным зелёным цветом обозначена. Там, значит, вот эта эффективная потенциальная энергия имеет минимум. Следующий слайд. Ну вот, к сожалению, тут, значит, верха нет. Ну, я скажу просто так. Значит, теперь вот мы дальше подходим к изучению тоже динамики гарнитоновых систем методом нормальной формы. Вот есть такой метод, который был предложен для дифференциального уравнения Куан-Каре. Значит, Куан-Каре предложил, значит, решать задачу таким образом. Значит, если есть у вас равномесие в системе, вот она система дифференциальных уравнений. И есть равномесие. Автономная. Автономная система дифференциальных уравнений. Ну, тут, наверное, первокурсники, да? Не знают, что такое автономная система дифференциальных уравнений, а? Или как? Не обращайте мне на это внимания или обращайте? Ну, не зависит от этого. Да. Значит, правые части системы дифференциальных уравнений не зависят от времени. И, ну, ноль, предположим, является положением равномесия. Что это значит? Сейчас, если нули подставить в правую часть, то будет, так сказать, решение получится. Так вот, в окрестности нуля, если делать разложение, то у нас будут линейные члены в правой части, потом квадратичные, кубичные и так далее. Вот, значит, оказывается, можно систему эту с помощью замет упростить максимально, возможно, так, что система будет, а сейчас учитывают только квадратичные члены, то, значит, ну, она очень сильно упростится. И вот в гамильтоновой системе, значит, тут еще надо исхитряться, чтобы при таких заменах гамильтоновая система превращалась в гамильтоновую. И вот, когда эта нормализация проводится, то при нормализации у нас появляются дополнительные интеграции. И вот если система с двумя степенями свободы, автономная, то у нас имеется один интеграл. И вот второй курс, интеграл движения, сохраняющийся на членах. Сохраняющийся на членах. А вот второго нет, и система не интегрируется, и, так сказать, она сложно устроена. А если вот нормализовать, то появляется с собой. Что значит интеграл? А интеграл – это функция, которая сохраняется в силу уравнения движения. Записать это можно вот в таком виде, как вот я записал. ДФ по ДТ – это, так сказать, полная производная по времени в силу уравнений движения. Функция зависит от координат и импульсов. И мы должны деференцировать эту функцию. Она еще и от времени зависит, а сейчас и по времени. Еще учесть, что Q и P зависят от времени тоже. А Q с точкой и P с точкой в силу уравнения движения через уравнений движения через уравнений движения. Ну вот, а Q с точкой, если тут все писать, то, конечно, это... Значит, у нас Q с точкой равняется dH по dP, а P с точкой равняется минус dH по dQ. Вот это уравнение Гамильтона. Так вот, если вы потребуете, чтобы вот эта функция сохранялась в силу уравнений движения, вам надо продифференцировать ее как сложную функцию. Учитывая, что Q зависит от T и P зависит от T в силу уравнений движения, значит, это будет dF по dT плюс dF по dQ на кусточкой, dH по dQ, а тут минус dF по dQ точно так же на dH по dQ. И вот эта конструкция, вот эта вот конструкция, она называется скобкой Пуассона. И вот обозначается фигурными скобками. HF. Вот скобки Пуассона у вас очень часто будут в теоретической физике встречаться. И в теоретической механике, и, наверное, в теоретической физике тоже они бывают. Да? В основной программе. Да. Ну вот. Так вот. Это вот. Если такое уравнение выполняется, то это значит, что F есть интеграм. Уравнение движения. А оказывается, вот с помощью замены переменных, вот такое выражение H0 плюс F, если F содержит малый параметр, ε, с точностью до ε в квадрат, можно привести к такому виду, что вот это возмущение будет интеграмом. И DF по DT будет равным другом. Замена переменных – это находится тоже довольно-таки с помощью простого пандалин. И таким образом мы можем получить асимптотическое решение гомеотоковой системы. Даже в ней интегрированном случае. Но это будет не точный интеграм, а асимптотический точек. То есть точный, точный, титар. Таэксилу 2. Или таэксилу. И вот следующий слайд. Я показываю, значит, как решаются такие задачи. Вот мы приходим к задаче о маятнике на пружине. Или это называется колеблющаяся пружина. Что такое колеблющаяся пружина? Это материальная точка, подвешенная на пружине. Вот если мы ее оттянем, она начинает колеблюваться. Вот вы видите, что колебания, если оттянуть по вертикали, они так по вертикали и будут продолжаться. Потому что эти колебания могут доказать, что они устойчивые. Если вы малое отклонение по горизонтали сделаете, то, так сказать, никуда не денется система. Она так и будет по вертикали колебаться. Но есть случаи, когда они будут неустойчивые. А этот случай, значит, вот такой. Если длина маятника, какова, что колебания с частотой югенцев по горизонтали в два раза меньше частота их, чем колебания по вертикали, которые определяют супругостью пружины. Вот мы такую длину подобрали. И тогда получается, что вертикальные колебания неустойчивы. А куда же развитие неустойчивости приведет эту систему? Оно приводит к другой моде. Начинает колебаться система по горизонтали. Вот тут видно, значит, вот колебания по вертикали переходят в колебания по горизонтали. И это еще не все. Что интересно, вот плоскость колебания, вы посмотрите, вот она, плоскость колебания, от меня к доске. А теперь вот через следующий период посмотрите, куда будет плоскость эта колебания. Она изменяется, эта плоскость колебаний. Вот получилось изменение. То есть плоскость колебаний повернулась на место. Дальше, сейчас опять будут вертикальные колебания, потом будут горизонтальные колебания, и плоскость еще изменится. Плоскость колебаний еще изменится. Вот как описать это явление? А как еще раз надо подобрать длину? Длину надо подобрать так, чтобы частота югенса, корень из жена эй, была равна двум частотам, когда вы раскачиваетесь на качелях, то на каждое колебание туда-сюда вам приходится два раза приседать, два раза вставать. Вот надо, чтобы эта пружинка с грузиком делала то же самое, чтобы она его на каждый период раскачивания маятника влево-право два раза поднимала, два раза опускала. Но вообще это эффект качели. Вот вы все, когда на качелях качаетесь, то вот вы, так сказать, этим эффектом и пользуетесь. И вы свою энергию колебаний превращаете в энергию колебаний. Вот, зато, как это. А если у вас крутильное колебание, то то же самое эффект качелей, то же самое отношение качелей? Да, да. Вот я вот Володе говорил, давай сделаем крутильное. Ну и так до этого дела не дошло. Ну сложно это сделать. Вот я мечтаю действительно сделать такую установочку, тут сделать штангу такую, и чтобы были крутильные колебания, и тоже подобрать вот частоту один к двум, и тогда будут вертикальные колебания, переходить к крутильному. Одно время на качельку физики, на лимбературе, когда штука была скрутина, внимательно, раскачивать. Была, да? Да, у вас. Ну вот, что интересно, значит, что после нормализации, о которой я говорил, после, так сказать, проведения вот этой нормализации, можно систему асимпатически проинтегрировать эту. И получится решение аналитическое. Вот аналитическое решение очень простое. Значит, R от T будет косинус, но он будет модулироваться в функции R от T. R от T – это амплитуда. И вот она на графике, вторая, второй график, R от T показывает. Значит, вы не говорите, колеба, ага, это огибающая. Ну или амплитуда. Амплитуда, которая зависит от прибыли. А Z от T, она, значит, находится из закона сохранения. Вот сумма квадратов амплитуд, вот 4 R квадрат, значит, Z квадрат – это энергия вертикальных колебаний, а 4 R квадрат – это энергия горизонтальных колебаний. И сумма их, понятно, сохраняется. Энергия сохраняется. И вот отсюда мы можем найти, если R от T известно, находится Z. И вот она выражается вот элементарной функцией. Вот такой. И интересно, что плоскость угла колебаний, вот T там, видите, угол плоскости колебаний всё время тоже меняется. Причём он меняется вроде бы скачком. Происходит, понимаете, поворот, когда маятник совершает вертикальные колебания. И у системы нет горизонтальных, они очень малы, они не видны. Но в это время и происходит плоскость колебаний. Поэтому мы это не видим. А потом они развиваются, когда переходит вертикальная мода в горизонтальную, мы видим, что произошёл плоскость. Так вот, этот угол, он находится вот по простой формуле. Она тоже найдена. Тета 1 равна архтангенс 2 ε1, а там делится на ε1 квадрат минус ε2 квадрат. Что такое ε1 и ε2? Значит, дельта – это отклонение по вертикали. Но дело в том, что мы никогда не можем чётко по вертикали отклонить маятник. У нас всегда есть погрешность. Так вот, ε1 – это погрешность по оси Х. В горизонтальной маятнике. Она очень маленькая, она меньше дельта. А ε2 – это кинетический момент, который тоже мы придаём маятнику в начальный момент. Случайно. Мы отклоняем, но случайно придаём и горизонтальный отклонение, и кинетический момент. Вот от них всё и зависит. Вся период перекачки от этих случайных отклонений. Следующий, пожалуйста. А вот теперь, что интересно. Значит, оказывается, эта задача в физике очень распространённая. А маятник – это есть лишь иллюстрация простейшей такой системы, которую можно на опыте пронаблюдать. А вот, например, система более сложная. Пузырёв газовый. Если он будет колебаться в жидкости при изменении давления, если мы внешнее давление изменим, он начнёт колебаться. Так вот, у него есть моды ещё деформационные. А если никаких резонансов нет между модулей и радиальной частотой, то просто будут радиальные колебания. Так же, как и маленькие. А если есть резонанс один к двум с какой-то водой, то начнётся перекачка энергии радиальной воды колебаний в какую-то соответствующую деформационную. И вот этот анализ Вановский и сделал. Он, значит, получил уравнение с учётом вот этой деформационной моды и в резонансе получил, ну, следующий слайд, пожалуйста. Вот в резонансе он получил. Значит, вот тут показана седьмая деформационная звуна. Значит, когда раскладываешь по сферическим функциям информацию, значит, они определяются про положение, ну, типа, ряда фурьи. Вот. Вы, конечно, ни сферических функций, ни ряда фурьи не знаете ещё, да? В общем, вот можно так вот представить деформацию по всяким вот этим модам. Так вот, оказывается, когда перекачивается энергия у пружинки, то амплитуда горизонтальной моды в два раза больше вертикальной. Это находится из-за конца хранения энергии. Значит, при одной и той же энергии, энергия вертикальной моды будет равна энергии горизонтальной моды, если амплитуда горизонтальной моды в два раза больше вертикальной. Ну, это легко. Значит, вы сами можете задачку такую решить. А вот для пузырька там хитрее ситуация. Чем выше мода... А что такое мода? Вот на следующий слайд покажите. Это вот различные моды колебаний у пузырька. Вот это вот эллипсоидальная. Смотрим. Или это не эллипсоидальная. Это что, эллипсоидальная? Эллипсоидальная. А почему она так выгибается, если это эллипсоидальная? Слишком уж утрированная нарисология. Ну, в общем, вот это различные моды по сферическим функциям, которые показывают деформацию. Но седьмой пункт моды не изображено, для которой мы показываем. Мода еще присоединенных есть. Да, присоединенных. Вот показано, значит. И вот чем выше мода, тем больше коэффициент вот этого отношения амплитуд, когда происходит перекачка. Ну, и это понятно, потому что расталкивать жидкость с сферическому пузырьку труднее, чем тоненькой маленькой модой. Растягивать, так сказать, тонкую нить, энергия, так сказать, она, конечно, меньше затрат. Ну, и вот следующий слайд, пожалуйста. А, нет, перед этим, перед этим. Значит, вот для седьмой моды, видите, колебания радиальной моды, вон они маленькие, 1 сотая амплитуда. А тут в 20 раз больше мода седьмая. Уже амплитуда 0,15. Вот и напрашивается вывод. Как, так сказать, раздробить пузырёк? И какой пузырёк будет дробиться? Вот он будет дробиться как раз по соответствующему, по соответствующей резонансной моде. И так и наблюдается. Действительно, пузырьки дробятся самым разнообразным образом. То на два, то на три, то на пять частей, то на целую кучу. И всё это зависит, видимо, от этого резонанса. Следующий, пожалуйста. Частота колебания в моде амплитуды не зависит? Ну, линейная не зависит, конечно. От радиуса пузырька зависит. Вот один пузырёк, он раздробится, если попадёт в резонанс, по второй моде. А поменьше пузырёк, он может по третьей. От больших колебаний по нему, что... От радиуса зависит. Каждый пузырёк, резонансное соотношение... То есть, когда у вас растёт амплитуда колебаний, определённый модуль, что продолжать раскачиваться... От амплитуды ничего не зависит. Это же линейная задача. Задача линейная, а сам пузырёк линейный. А сам пузырёк... Вот мы учитываем, для резонансных соотношений, это уже не линейная задача. Но само резонансное соотношение, оно получается из линейной киевы. Само резонансное. То есть, если надо дробить реальный пузырёк, то тогда надо будет частоту, по мере того, как он раскачивается... Нет, она же такая ситуация. Надо найти резонанс для линейной частоты, да? Для линейной задачи. От амплитуды вообще частота зависит слабо. Она там по квадратам. Линейный член не входит, значит. Поэтому тут очень слабенькая зависимость. А, значит, из линейной задачи мы определяем ту моду, которая в резонансе для данного пузырька. И, значит, в эту моду и будет перекачиваться энергия, и по этой моде может произойти дробь. Вот как так сказать. А зачем будет надо дробить пузырьки? Ну, всякие проблемы технологические бывают. Бывает, что нужно, чтобы были пузырьки очень мелкие в системе. Вот, например, во флотации используются пузырьки. Вот аквариум рыбки. Видели? Там всегда, так сказать, потом... Для чего? Пузырёк, он на себя адсорбирует всякие... Ну, собирает на свою поверхность мюсор всякий там микроскопический и выносит на поверхность. Вот так применяется, происходит очистка жидкости. Чем меньше пузырьки, тем они агрессивнее к этому приносят. И тем больше они могут выносить этих всяких вредных веществ. Следующая задача. Вот это резонанс ферми. Вот что интересно. Значит, вот если мы рассмотрим спектр молекулы углекислого газа, то вот углекислый газ из себя представляет симметричную такую систему. Значит, углерод, атом углерода и два атома кислорода. И там, казалось бы, одна частота колебаний. Ну и поэтому должна быть на спектре вот эта частота, значит, и будет гаситься. Когда, значит, это самое спектр молекулы... Да, с спектрой поглощения. А у него две близкие частоты. То есть происходит расщепление частоты. Ну это казалось физикам в 30-е годы очень удивительным фактом. И на это обратил внимание Ферми. Энрика Ферми, знаменитая физика Кальярская. Ну он объяснил это явление как раз резонанса. Но с помощью квантовой теории. Это, так сказать, известно. Эффект Ферми, резонанс Ферми. А мы сейчас вот это попробуем объяснить с помощью нашей кружинки. Мне будет судьба. Да. А мы с помощью кружинок. Следующий, пожалуйста. Значит, вот как объясняется. Вот модель, обычная, так сказать, механическая модель молекулы. Ну, конечно, она грубая. Но все-таки, наверное, что-то она неопределяет. Значит, вот масса углерода. Они притягиваются, значит, вот, атомы кислотами. И есть положение равновесия. Около положения равновесия могут быть колебания. И эти колебания происходят с частотой, которая на спектре-то и определяется. А почему же появляется другая частота? А дело в том, что вот если посмотреть частоту вертикальных колебаний этой системы, то вот при соответствующих соотношениях между массами получается, что вот эта частота вертикальных колебаний... Вертикальные вы что называете? Ну, вот на чертеже тоже. То, что на чертеже. То, что на чертеже. То, что на чертеже. Сверху или снизу? Снизу. Вот снизу показано по оси ИГ. Вот по оси ИГ колебания. То есть отклоняясь по оси ИГ. А там по оси ИГ. Отклоняясь по оси ИГ. Вот если они соотносятся один к другу, эти частоты, то у нас получается как раз вот эта пушинка. То есть колебания горизонтальной моды переходят вертикальные. и поэтому, значит, периодически у нас происходит вот эта вот перекачка энергии. И этот процесс периодически пофоряется. А мы видели, что как описывается вот это вот колебание? Оно модулируется низкочастотной функцией синус дельта Т. Синус – это основная частота, вот которую мы видим на спектре. Но она модулируется, вот амплитуда меняется примерно как силу дельта Т. А дельта маленькая, много меньше, чем аммирая. Ну и вы из школьной геометрии знаете, что вот это произведение раскладывается вот в такую сумму. И мы видим, что происходит дверь, то есть это сумма двух частот, которые отличаются друг от друга очень немного. Вот это и есть расщепление частот, которые объяснял Ферлин с помощью квартовой тюрьмы. Это мы и видим на спектре. Вече с партнерами. С отклонением дельта Т. Так, следующий, пожалуйста. Ну, а вот это вот тоже интересный эффект. Маятник Фуко. Значит, еще в позапрошлом веке Фуко, французский механик, он предложил наблюдать вращение Земли с помощью маятника. Значит, Земля вращается, наш маятник будет колебаться, а Земля, так сказать, будет вращаться, и поэтому мы будем относительно Земли видеть, что и маятник отклоняется. Плоскость его колебаний отклоняется. Но мы рассмотрим эту задачу в нелинейной постановке. И вот получается интересная вещь. Значит, если мы проведем нормализацию и решим эту задачу с учетом квадратичных и кубичных членов уровней, я понимаю, квадратичных и кубичных, то есть очень точно, не только линейных, а квадратичных и кубичных. Так вот, что получится. Значит, если, во-первых, вот тут вот есть параметр, параметр угловой скорости Земли, омега большое, видите, это омега большое, это угловая скорость вращения Земли. Фи – это широта. А, значит, максимальный эффект Фуко, он на северном полюсе будет, когда фи работе и топово. На экваторе его не будет. Ну, это очевидно. Так вот, если у нас нет вращения Земли, вот это омега равно нулю, то тогда мы что получаем? Значит, вот А2 равно нулю, и получается просто эллиптическая орбита у майки. Ну, это обычный сферический майки. Если мы его отклоним, сферический майки, то он будет, вообще говоря, двигаться по эллиптической орбите. Потому что у него небольшой, может быть, кинетический момент. Так, а куда съехал? Ну, вот. Так вот, это надо учесть, когда мы изучаем майку Фуко, эллиптичность орбиты вносит погрешность в наблюдаемый вот этот эффект. И вот, смотри, что получается. Так, все. Вот. Значит, вот смотри, тут вот матрица поворота с частотой А2, она определяет прецессию. Что такое прецессия? Прецессия – это когда у вас эллиптическая орбита, вот эта, вращается в небольшую скорость. Вращается. Вот. Вот главное, и усилиться вращается. Да, главные оси эллипса вращаются. Вот это мы и наблюдаем. Это и будет, так сказать, эффект вращения Земли. И вот это первое слагаемое, вот частота этой прецессии определяется первым слагаемом. Олега Сибирский. Но нелинейный эффект еще вот дает это слагаемое. Янг, ах, ноль, игрик, ноль, иль квадрат. Икс, ноль, игрик, ноль – это площадь эллипса, которая в спирическом море. Она всегда есть. Потому что мы всегда вносим возмущение в поперечность. И вот смотрите, чтобы эффект маятника Фуко наблюдать, надо, конечно, чтобы вот эта погрешность, связанная с площадью Эльюса, была много меньше. Ну, например, 10%. Давайте покребуем, чтобы она была 10% от эффектов Фуко. Но мы видим, что вот эта величина обратно пропорциональна длине маятника в степени 5 вторых. То есть, чем больше длина маятника, тем эта слагаемая меньше. И тем лучше наблюдается эффект Фуко. Это неустранимая погрешность. Она, так сказать, маленькая. Так вот, поэтому и добиваются. Значит, у нас первый маятник Фуко демонстрировался... Вы знаете, где? – В первом соборе. – А? – В первом соборе. – Да, в Исаакиевском соборе. Высота, длина маятника 90 метров. Больше 90 метров. 92 метров. Так вот, мы потребуем, чтобы вот эта погрешность была 10%. Тогда нам надо... Вот икс-воль, это большая полуочия икс, вы знаете, как Фуко. В Исаакиевском соборе она была 2 метра. Так вот, чтобы была погрешность 10%, надо, чтобы поперечное от ловения и эллиптическая орбита было 3 сантиметра. 3 сантиметра. 2 метра и 3 сантиметра. В маятнике, который демонстрировался на Исаакиевском соборе, там вместо материальной точки был свинцовый шар радиусом 10 сантиметров, примерно, а то 15, если я так точно не помню. Примерно 15 сантиметров. Наблюдать отклонение 2 сантиметра для такого шара очень трудно. Вот вы отклоняете, там, значит, как, вот вы на 2 метра отклоняете этот свинцовый шар и отпускаете. Но когда вы отпускаете, вы немножко его толкаете. И увидеть, что там 2 сантиметра, вы очень трудно проследить. Поэтому иногда получалось так, что отклонение не в ту сторону получается. Вот. Это я вот сам замечал, когда был Исаакиев. В Лондоне, вот я был в Политехническом музее Лондона, там, значит, демонстрируется тоже майнико. Вот длина майника 73 сантиметра, и там нужно уже 2 сантиметра, чтобы не влиткнуть поперечную полуоси. Так вот, там они хитрее сделали. Видимо, они на этот пчелу реле либо знали, либо я не знаю. Они не шар вешали, у них не шар, а диск тонкий. И поэтому, когда он колеблется, то видно, что по прямой линии он колеблется. Диск прямо четко у них. Все по прямой линии. Поэтому у них действительно вот эта погрешность меньше 2 сантиметра. И у них четко отслеживается эффект. То есть, еще за счет сопротивления гасится в лобоке, да? Ну, сопротивления тут мало, и это малое, так сказать. Главное, вот эта неустранимая погрешность, о которой я говорил, что прецессия зависит не только от эффектов укола, а еще от нелинейного эффекта. Нет, если этот диск начнет прецессировать, тогда на него будет явно действовать влог аэродинамической силы. Ну, это да, конечно, тут немного... Может быть, наоборот, они специально сделали... Они сделали для этого, но погасили еще одновременно... Чтобы аэродинамической силой подделывать вращение земли. Ну, в общем, вот эта вот погрешность надо учитывать при демонстрации. Так вот, смешной, совершенно маленький теперь установили в московском плане. длина мая только 16 метров. Исакий, вы знаете, что уже службой занимается. У нас, так сказать, религия уже на первом месте стала, а на утро на здоровье. А может быть, уже и на 10. А что-то чудные дела Господь не препоказали. Да. Поэтому, значит, вот наука уже вот так. Поэтому проводят в московском планетаре. Что они там меряют? Смотрите, длина маятика 16 метров, амплитуда 1 метр, малая полуось должна быть менее 0,8 мм. Как добиться? Чтобы такое микроскопическое отклонение... В принципе, я думаю, если всерьез взяться, то, я думаю, можно... Да какое всерьез? Они берут руку. Вот как я пружинку эту отклоняю, так и один я тоже маятик отклоняю. Там же никаких механизмов нет. Магнит. Вот если по ним магнит, там электрокатушку какую-нибудь вы сделали, правильно? А то и там мужик стоит вверх и пошло. И прицессия может зависеть как раз не от эффектов ухо, а от негейного эффекта. И может вообще маятик прицессировать другую сторону. так что сходите вот в московский поле и покажите что у вас эффект в другую сторону. Закрутите его чуть-чуть так. И все. Вот. Следующий, пожалуйста, слава. А вот это вот недавно собственно... задача и так уже совершенно очевидная, но уж очень много об этом пишется в интернете. Космонавт Джори Берн когда вернулся из своего полета знаменитого где-то лет 20 назад, он значит произвел сильное впечатление на аудиторию, рассказав и показав фильм, что вот какой он наблюдал. Значит, вот этого гайка марашек, когда он ее свинчивал с длинного такого винта с нарезкой, он ударял по ушку, она свинчивалась и в невесомости дальше продолжало вращение и движение с поступательной стороны. И потом, через некоторое время, она переворачивала направление оси своей вращения, потом дальше двигалась, опять переворачивалась и так далее. Вот. Ну, с точки зрения теоретической механики тут никакого открытия нет. Почему? Сейчас я вам ищу. Значит, вот смотрите, что получается. Значит, у нас это случай Эйя, так называем, движение твердого тела, на которого момент внешний не действует. Это свободное движение твердого тела около церковной массы. У него сохраняется квадрат кинетического момента и сохраняется кинетическая энергия. В его глазах законы сохранения написано Х, и, 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 это компоненты кинетического момента. Но кинетический момент сохраняется и в пространстве. Закон сохранения кинетического момента. Кинетический момент сохраняется в пространстве. А вот оси тела меняются в пространстве. И вот как описать, как меняются оси тела, это угол надо найти. Вот оси может это угол между кинетическим моментом и осью оба и вот это. Так? Вот косинус θ, это и есть y, деленное на k. Как найти, вот так зависит этот косинус угла от времени? Ну, если мы, значит, геометрически изобразим эти два законосохранения, то вы видите, что первое уравнение – это геометрическое место точек сфера, а второе уравнение – геометрическое место точек эллипсоид. Эллипсоид-то вам давали уже с тремя осягами? Был такой? Нет, а сам эллипсоид, геометрическая фигура эллипсоид. Ну вот, так вот, нам нужно найти пересечение этих двух фигур – сфера и эллипсоид. Эллипсоид – это плюс утресфера. Так вот, пересечение – это и будет траекторией вот этого кинетического, вектора кинетического момента в осях твёрдого тела. Если мы закручиваем вот этот теоретический момент около малой оси с малым динамическим моментом, вот с ось дзина, или с большим – ось кси, то эти движения устойчивы, они будут при малом отклонении близки к окружности, около полюсов эллипсоиды. И там ничего происходить не будет, там мощь не будет. Только почему-то спутники, в общем, поясе, с большим, для обычного момента в осях твёрдого тела? А с большим и с малым? Ну, правильно. С большим и с малым. А если с малым, то... И с малым. А вот со средним, со средним, это уже будет неустойчивое движение. И что интересно, значит, ну, вам будут рассказывать на втором курсе, значит, траектории эти находятся в эллиптических функциях, так называемые. Это не элементарные функции, а в эллиптических функциях находятся решения. А вот если мы будем двигаться по сепаратрисе, вот есть такой случай пересечения эллипсоида и сферы, это вот называемые сепаратрисы. Это просто будут две плоские траектории. Две окружности плоские. Вот эти... По этим двум сепаратрисам движение описывается вот такой простой формулой. Точно. Осинус т т равно тангенс гиперболический альфа т, где альфа зависит от осей инерции, от моментов инерции. А в эллипсоида. От равных моментов инерции. И генетического момента. Ну и если у нас чуть-чуть от этого направления будет начальное отклонение, случайное, то будет движение происходить по траектории вот этой МН, близкой к сепаратрисе. Вот видите. И она, так сказать, пойдет от полюса В к полюсу В штрих, потом вернется обратно и так далее. И описываться будет это... Тот тангенс альфа Т. Верневается, перевернется и так и останется. Она так и... Вот. Она же симметричная, значит, сепаратриса. То есть не сепаратриса, а эта вот орбита. Она же там идет, она до полюса. Нет, не доходит. Вот эта орбита, она там... Значит, вот я тут нарисую. Значит, вот фазовые траектории, если развернули. Вот это вот сепаратрисы. Движение по сепаратрисам, оно отличается таким свойством, что в центр сепаратрисы точка двигается бесконечно долго. Она по сепаратрисе туда никогда не попадет. Вот видите, тангенс альфа Т, вот никогда в единицу не обратится. Вот и были стены гиперболические. А вот если мы отклонимся отсюда, ну тут склейка. Вот эта склеивается с этой. Эта точка склеивается с этой. Правильно? Конечно, склеиваем. И вот по сепаратрисе, если мы двигаемся, то вот таким образом мы двигаемся. Все-таки не по сепаратрисе, а рядности. Рядом, так. Вот. Чуть-чуть при малом отклонении, а точно в узел этот мы никогда не попадем. То есть если нам повезет, и мы сдвинем нашу систему строго по сепаратрисе, тогда она перевернется и обратно перевернется. А можем ли мы строго? Вот тут показано, что вот этот период альфа Т0 зависит от параметра мю, который определяется отклонением угловых скоростей. Вот Т0 направлено по главной оси ЦВ, а П и Р перпендикулярно. Так вот, если мы вот этот параметр вычетим, и он будет очень маленький, там, 10 минус 10. Предположим, да? Под логарифмом это будет, ну, 5-10, там, конечное число, которое наблюдается. И этот период, так сказать, не будет астрономически большой. Он будет там несколько секунд. Все равно. То есть, что, Жанебекову повезло, что для него, что у него была такая гайка, что у него оказался как раз промежуточный момент. Да, 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 конечно. Да, относительно осиливаемый. Конечно. Так что по ее форме так и не гадающий, что он промежуточный. Да, он промежуточный, действительно. Мы как раз посчитали, вот в этой работе я вам уже дал задание. Значит, смоделировать это твердое тело с помощью цилиндра, значит, цилиндр, и к нему приделать две лопанычные. И посчитать момент инерции этого объекта. Он вот посчитал, так сказать, и все получилось промежуточным. Ну, и вот эта статья опубликована в докладах Академии наук. Я думаю, что теперь, по крайней мере, можно будет людям показывать, что Земля не перевернется у нас, как они говорят. А что хотят сейчас? Да, а то там, да, деньги, проекты даже. Вот как так сказать, сделать так, чтобы Земля у нас не перевернула направление вращения оси. Так что вот. Ну, понимаете, сейчас дело в том, что время в науке шарлатан. Много шарлатан, которые, так сказать, такие проекты псевдонаучные проталкивают, и из-за них они получают какие-то хорошие. А вот если мы проекты свои подадим, скажем, что ничего такого особенного не будет, это случай Рейлер, Рейлер, 300 лет назад это все изучили, нам никаких денег не доходят. Давайте следующую лекцию проведем про тему, как с шарлатанами бороться. Ну, вот надо в интернете такие вот статьи, наверное, как-то помещать. Статьи тут как бы не помогают, потому что тот метод, который использует интернет, ну, например, расчет всяких индексов цитирования, а в последнее время и измерение знаний с помощью ЕГЭ, он как бы приводит к обратному результату. Ну, получается, что Дженни Беков обеспечил вам хороший видеоролик с очень наглядным примером вот этого классического решения. Вот случай Рейлера. А можно тролик показать? Вы его не видите? Ой, есть он у меня, но надо где-то там искать, да, либо. В общем, нет, я сейчас не готов. Жалко, да. Но вы в интернет заходите, эффект Дженни Бекова. И тут же будут выскакивать ролики там, и все это. Фильм будут показывать, как Дженни Беков на орбите летит, так, в невесомости запускает это. Так что, все это вы легко увидите сейчас. Это немножко напоминает анекдот про то, как вот, про волчок тип-топ, про то, как... Да, это тоже вот эффект тип-топа, переворот вот этого. Это тоже... Нет случайно с собой. Ну, вот его нету, но у нас вот в институте как раз Фуравлёв и Климов, они, так сказать, в последнее время вот этим тип-топом и занимались, чтобы описать, как, так сказать, этот тип-топ на ножке. Вот, и тут ножка. Вот если закрутить... Закручиваете так? Да. Он встает на ножку, переворачивается, и не сразу, пусть теперь наклоняется, наклоняется, наклоняется. И вот, если вы будете... Значит, есть такая неголоновная механика. Значит, методы неголоновной механики. Значит, описывается этот волчок как? Контакт в точке, и там, так сказать, связь в точке определенная записывается. И ничего не получается. Уравнения не описывают эффекты. А что, на что обратил внимание Журавлёв? У него вот сейчас серия статей, по которым он, так сказать, показывает, что нельзя в точке определять ремень. На самом деле есть площадка. Хоть какая бы она маленькая ни была, надо интегрировать силу, локальную силу улона по этой площадке, честно получать момент, честно получать главный вектор силы, и записывать уравнение движения. И к нулю, если мы будем стремить радиус площадки, то предельного перехода тут нет. Тут такая... Если понятно, что если мы стремим радиус площадки в нулю, то мы убьем весь тормозящий момент. Да, да, там все убивается. А если учесть, что в точке контакта там есть тормозящий момент, то, насколько я помню, там это достаточно очевидно. И вот, кстати, я почему тут у меня, так сказать, цель... То есть тут важно то, что, когда он наклоняется, то его центр масс поднимается. То есть он как не валяется, если он не вращается. Ну, вы знаете, вот это не так просто. Тут все-таки вот это честно, когда запишешь, там такие серьезные уравнения получаются. Ну, речь идет не о том, чтобы все подробно описать, а о том, чтобы поднять, поймать знак эффекта. Нет. Вот объясняется, что вот это верхнее положение, оно устойчивое. Вот это объясняется. То есть вообще-то это здорово похоже на маленький капица. Потому что когда этот тип-топ не вращается, просто лежит на плоскости, он как не валяется. Да. А когда вы его завращали, то у него положение равновесия оказалось перевернуто. Ну, да. Это нельзя было как-нибудь очень похоже на маленький капица. Потому что есть такое... Вот, что очень похоже. Я вам скажу другое. Вот есть волчок Лагранжа. Что такое волчок Лагранжа? Это как раз очень симметричное тело, которое вращается около, значит, неподвижной точки под действием силы тяжести, которое приложено, значит, к оси симметрии. Центр тяжести лежит на оси волчка. Вот это называется волчок Лагранжа. Это интегрируемый случай. И он интегрируется в углах Эйлера, так называемых. Так вот, вертикальное положение волчка углами Эйлера описать невозможно. Хоть она и интегрируется, но в силу особенностей вот этих углов Эйлера, так же, как в сферических координатах, мы не можем на полюсе описывать движение. Потому что особая точка в сферике... Потому что на полюсе долгота не определена. Не определена. Так же тут углы Эйлера не определены. И вот Журавлёв предложил другой способ вводить координаты, наблюдаемые. Это координаты оси волчка. И вот это тоже интересная тема для обсуждений. Оказывается, в этих координатах уравнения будут такие же, как уравнения для маятиков и хуков. Вот они такие же. Кажется, Джуни Бехов нашелся. Вот я свет притушу, чтобы было бы... Да. Тайные знаки. Передать. Вот. Ну не дали, мы перевернем. Сейчас он дальше. Это как раз темно-то ворота, извини, передать. Вот, пока. Вот. Дальше. Он всё выглядит. Причём переворачивается он довольно быстро. Да. А почему это происходит? Потому что вот в узле в этом, в окрестности этого узла, там очень медленно происходит изменение оси. Тут скорость, так сказать, вот этого перекрещения, она близка к лулю. А вот этот... Ближе к узлу, тебя брыжет к лулю. А этот период очень быстро проходит. и такое впечатление, что он как бы заморожен в этом положении, потому что тут время очень большое. А вот этот период. Так что вот такие. Ну, я ищербался. Да, так вот с этим волчком Лагранжа, если описывать их около положения вертикального положения, то получается Майкл Куков. И там есть такой критерий Майевского устойчивости волчка около вертикального положения. Он сразу следует из этих уравнений, из теоремы Лагранжа. Поэтому вот это такой подход очень удобен для описания волчка Лагранжа. Не в углах рейдера, а именно в этих рейдерах. Надо заметить, что тут у нас довольно во многих системах, которые мы обсуждали, возникает вот это разделение времени. И когда тип-топ, то там есть быстрое вращение и сравнительно медленное его переворачивание. И вот это вот гайка там, видимо, тоже можно с временем выделить. Быстрое вращение и медленное переворачивание. Ведь все в основном физические задачи можно свести к таким простым постановочкам. Вот колебательные эффекты все можно наблюдать на достаточно простых моделях. Как я понимаю, тут... Лагранжа надо наблюдать. Тут то, что вы описываете, это некоторая разновидность теории возмущения. Да, понятно. То есть тут надо обратить внимание, что это достаточно типичная ситуация. Да, да. Физики... Что совсем честно посчитать не удается. То есть точно решить задачу. Да. Но главное... А если есть какой-то малый параметр, по нему разложиться и договориться, что мы удерживаем члены там не выше какого-то порядка, то в такой модификации задача уже решилась. Но главное, ведь физики, они пользуются членами. Сама модель, она не точная. Она сама содержит такие ошибки. Поэтому точно ее решать лишено смысл физического. Так сказать, всегда надо решать с той точностью, с которой мы вышли, чем сама модель это допускает. Поэтому, так сказать, вот этот метод космущения, он очень хорошо в физике используется. Так, давайте поблагодарим. Может быть, за формулами уследить не всегда получалось? Ну да. Но я их и не писал. Выклок? Пока, ну, но... Я их не писал. Ну, вообще, тут не такие сложные формулы. У меня вот студенты второго, первого курса быстро очень осваиваются. Но, конечно, студенты такие, выше среди. Ну, чтобы господинец, надо сейчас сидеть в тетрапию. Конечно. Ну, вот вам с Володиным мы семестром занимаемся. В течение семестром вы на реализации. Какие-нибудь еще совмещания, комментарии, вопросы? Вопросы. Если, кстати, у кого-то появится желание проявить себя в какой-то работе, я могу проявить. Темы для действия. А вот я спросил, как-то насчет приватных кружин. Вот вы сказали, что горизонтальные клевания вызваны только погрешностью Дайте, которую мы называем как раз... Это Майкин Фукова говорили? Нет, про... Пружинные клевания. Да, про пружинные клевания. Ага. Да, да, да. То есть, фактически, с точки зрения теории погрешности, это грубая ошибка вот то, что... Нет, ну, погрешность, это не все-таки... Ну, это не погрешность измерения, это погрешность, которая его запускает. Ну, Содор запускает. Вот если... Малое случайное возмущение. А вот если запустить, то он идеально усвоит, например, вакуум или... А это невозможно, понимаете? Я же показал, вот, ошибка, ошибка, вот, которая в эффекте Джодипека, вот эта, мю, она под логарифмом. Поэтому вы хоть 10 минут десятый, я же привел пример. Вот вы делаете ошибку, есть, что вообще для нашей техники вообще невозможно. И все равно логарифм этой величины будет там порядка нескольких... Вопрос был про Майтик-Фуко. А? Вопрос был про Майтик-Фуко. Ну и про Майтик-Фуко то же самое. Там такая же ситуация. Все под логарифм... Вот около, при отклонении вот от точки вот этой вот, на пересечении сепаратрис, всегда такая ситуация. Логарифмическую... То есть вопрос такой, поставьте карандаш на карандаш на карандаш на острове. И невозможно. Вы хоть как точно это все на месте, он все равно очень быстро упадет. Большое спасибо. Я бы еще обратил внимание от аудитории на то, что все это, в общем-то, имеет какие-то практические приложения, хотя, может быть, они специально не акцентировались, и на первый взгляд могут быть не видны. Вот когда, скажем, обсуждался вопрос отрабления пузырьков, то для построения там всяких вот очистных устройств, наверное, там, для химических реакторов, это бывает и кто-то. А вот эта вот задача с ригием, которая будет тепло, это шиби, известные шиби. Это что это? Когда начинает... Подеявлено шестикосатки самолета. Шасси начинает там вибрации, в общем-то, такое неприятное явление. Которое было, так сказать, вот, изучалось еще тогда Келдыш был. Но вот Келдыш изучил это все... Не верно. Не теория у него, не верно. В свете вот этой вот новой... Ну, а? Одна первая. Ну, Шиммер как-то побороли. Ну, побороли инженеры, фактически. Это инженеры. Наука, кстати... А Шиммер, что за... Можно тут по-другому знать? Ну, я сейчас так подробнее четко не могу, не берусь. Но, в общем, при посадке самолета, когда вот это вот колесо двигается под определенным давлением, он может, так сказать, начать вибрировать. То есть это нарастающая вибрация? Да. И, так сказать, это... Вибрация вибрация? Вибри... Ну, посадке мешает, конечно. Иногда даже оба... То есть, типа флагтера тоже нарастающую вибрация? Ну, если вот говорить про маятник Фуко, то вот то, что вот Вы описали, что в виде диска маятник Лондон, вот это, конечно, вызывает большие сомнения в том, что применима ли к нему эта модель, потому что тут явно будут аэродинамические силы, асимметричные. Ну, они очень малы. Аэродинамические силы здесь очень малы по сравнению с силой тяжести, с проекцией. Ну, если этот диск, если этот диск идет под углом... Он же движется-то не по плоскости по своей, а он движется именно по сторону малой оси. Нет, но тут надо смотреть, как этот диск разворачивается, и когда он... Разворачивается, какими... Он там чуть-чуть эффект продемонстрировал, там, отклонение какое-то? Ну, и так он этот эффект продемонстрировал. Если этот эффект продемонстрировал, если при этом этот диск уже движется не в своей плоскости, то на него действуют несимметричные аэродинамические силы, которые как раз будут его отклонять. Ну, да. Ну, вот я это... Поэтому это отдельная задача, которая имела бы смысл отдельно проанализировать. Довольно долго смотришь, ну, сколько можно установить? Ну, минут пять, правильно? Потом уже идешь в следующий. Так за пять минут же плоскость там ненамного поворачивается. Она чуть-чуть повернется. Ну, это, так сказать, на аэродинамическую силу, видимо, никак особо не влияет. Не может. А потом они бы сами подправляют. Конечно, за этим... Что бы это... Самое главное будет подправить. Это же корректировка, всегда происходит корректировка. Так что это самое. Вы имеете в виду, что в повороте плоскости колебаний диск уже будет идти как бы под углом? Ну, да, да. Под углом будет аэродинамический сил. Может быть, и в диск... А вот тоже недолго, тоже недолго. Я вот был в этом Исаакиевском соборе несколько раз. Это же до 80-х годов где-то он был. 90-е годы его закрыли. И быстро, ну, довольно, ну, минут пять, проходит, минут пять, и он начинает по эллипсу двигаться. И, так сказать, эта эллиптичность вырастает, вырастает. И его останавливают и заново. Но это пять минут, все-таки видно, что за пять минут происходит прецепс. Но я-то думаю, что вот это из-за этого отклонения, конечно, нелинейный вот этот эффект, вот, влияет. И этот эффект нелинейный тоже, ну, ровно. Тут надо еще смотреть, как, скажем, устроен подвес, маленький тренинг. Ну, этот подвес там вроде никакой не играет. Ах, на 92 метра, там, чего там. Так, вопрос, Журавлев от Виктора Филипповича. А? Журавлев какой? Виктор Филиппович Журавлев. Вот, он как раз академик РАН работает в нашем институте. И институт проблем механики. Имени Шлиц. Вот, академик, как ученик Шлиц. Есть еще другой Журавлев, который занимается там поборчевое управление, о чем-то еще. Вот, надо выиграть. А это Виктор Филиппович. У него есть учебник, теоретическая механика. Вот, кстати, это один из лучших учебников по теоретической механике, если вы глубоко хотите изучать теоретическую механику. И там вот метод нормальной формы, кстати, из-за коррекции. А еще он заветовал как-то теоретическую механику. Раньше. Что? Раньше. Да, раньше. А сейчас он не хранится. Вот. Еще вопросы. Вы говорили про московский планетарий. По-моему, там как раз Джеймбеков сейчас и заведует всем. Что? По-моему, сейчас Джеймбеков заведует московским планетарием, если я не ошибаюсь. А-а-а. Ну, я же не знаю, надо вот ему сказать про эту штуку. Ну, он же и свой эффект. Вот этот эффект показывает в музее по космонавтике, эффект Джеймбеков. Как необъясненный учетный эффект. Понимаете? Но ведь Джеймбеков-то вот как? Он обратился к научному сообществу. Вот объясняет. Вокруг него скучковалась группа сразу. Людей, которые, так сказать, врачные сообщества. Да. И начали ему объяснять. Что вот это очень грандиозно, это очень важно. Земля может перевернуться и так далее. Ну, и сориентировали его вот на этот план. А то, что и говорили, ну, вот Шуравлев в том числе, на это же внимания не обращают. Это же сложно. Тут же надо сепаратрису понять, что такое. Тут же логарифм знать, что такое. Понимаете? Нет, но сепаратрису-то все слишком понятно. Надо же собрать деньги на ремонт провала. Вот у нас, к сожалению, приводирует вот это направление. Вот поэтому вы, молодые, должны переломить эту ситуацию. И бракобесия остановить у нас. Что-то такое надо делать. Иначе мы в средние века будем переходить, будем изучать, сколько ангелов на кончике, как я, потому что. Дискуты проводим. Если вопросы кончатся, давайте еще раз. Спасибо.